Здравствуйте, Дэвид! Меня зовут Виктория. Я мама сына Дмитрия, которому уже исполнится 21 числа ровно 6 лет. Мальчика мы пока не спешим отдавать в первый класс. Хотим больше добиться более лучших результатов в обучении, потому что сейчас с этим у нас проблема. В интеллекту ребенка хорошо работает, память, логика, все есть. Мы считаем, мы знаем буквы, мы уже читаем по слогам. Но заставить что-либо делать, это составляет нам огромный труд, потому что это все через истерику, через не хочу. И часто бывают такие периоды, что вообще он ничего не хочет и практически невозможно его заставить что-либо делать. Бывают периоды достаточно хорошие, он даже в коллективе работает, ему интересно с детками в садике, даже на общие занятия садится. Он у нас работает на индивидуальных и на групповых занятиях. Но вот буквально 3 недели у нас какой-то очень сложный период. Мы от всего отказываемся, то не хочу, то не буду, кушать не буду, занятия там учиться не хочу. И вот как бы сейчас я чуть-чуть выровняла эту ситуацию, сегодня буквально мы с ним позанимались. Он разрешил мне там с ним почитать чуть-чуть азбусы, пару слов прочитал по слогам. И мы написали цифры, посчитали, повышали задачки. Но на сегодня он уже больше не хочет работать, это буквально нас заняло полчаса, эта работа. Но сейчас ему интересно заниматься чем-то своим горослебом, конструктором. И спрашивают, ты хочешь в садик? Он говорит, нет, не хочу, не пойду, не буду, я хочу дома сидеть, я хочу с мамой сидеть. Он вообще не хочет покидать пределы квартиры. Когда выходим на улицу, это большая истерика вчера. Ну хотя, когда момент, на момент выхода истерика большая. Когда он увидел снег, там все, то мы как бы на улице чуть-чуть поиграли, на качелях, ему было интересно. Но потом снова пошли домой, пошли домой, пошли домой, я хочу только дома. Маму, то есть меня, он очень сложно куда-то отпускает. Постоянно хочет быть со мной рядом, очень ко мне привязан. И мне сложно куда-либо выйти. Там я сейчас на курсах в дизайна обучаюсь. Но это большая истерика. Папа от этого страдает, у него нарушен сейчас тоже контакт с отцом. Часто с ним, как бы, у него конфликты. Мне очень больно на это смотреть. Хотелось бы порешать эту проблему с вашей помощью, Давид. Продолжение следует...